Продолжение следует Воротами и яркою стеной В городе том сад Деревья и цветы Гуляют там животные Невиданной красы Одно, как рыжий огнегривый лев Другое, мудрый, синёк и волк С ними золотой орёл небесный Чей как ясен взор не забываем Вы, наверное, знаете моего дядю Сандро Он настоящий народный артист Почти во всех фильмах снимается В газетах только его и хвалят Сандро Эримадзе создал ещё один незабываемый образ В небе голубом горит одна звезда Она с тобой, о ангел мой Она с тобой всегда Кто любит, тот любим Кто светел, тот и свят Пускай тебя ведёт звезда Дорогой в дивный сад Тебя там встретит Огнегривый лев И лучезарный Синёк и волк С ними золотой орёл небесный Чей так ясен взор не забываем мы Когда я кончил школу Дядя Сандро заявил У мальчика талант И он должен поступить в театральный институт Поэтому я работаю в театре осветителем Стаж набирай И ещё дядя Сандро мне назначил два урока в неделю По художественному чтению Кстати, о который час? О, мне пора Пора на урок Ах, Ги Здравствуй, дядя Сандро Здравствуй, дорогой, здравствуй Молодец, что пришёл, а? Ну, давай заниматься А для начала прочти мне какое-нибудь стихотворение Стихотворение? Хорошо, сейчас Жил в Аравии когда-то царь от бога, царь счастливый Растыван бесстрашный воин и владыка справедливый Снисходительный и щедрый, окружённый громкой славой Он до старости глубокой управлял своей державой Эх, дорогой, это никуда не годится Пойми, главное в художественном чтении чувство Вот слушай И была у Растывана Дочь царевна Тинатина И краса её сияла Безмятежно и невинно Словно звёзды в ясном небе Очи юные сверкали Увидав красу такую Люди разум свой теряли Вот так И ещё Должно быть чётко слышно каждое слово Понял? Понял Ну вот и хорошо Вот и хорошо, мы ещё поработаем Сейчас мне пора в театр Помни Если хочешь быть настоящим артистом Работай Талант Это труд Легко сказать Быть настоящим артистом Вообще-то Я собирался сдавать политехнический Но мама Мама и слушать не хочет Спит и видит меня народным артистом Как дядя Сандро А вот отцу не надо никакого народного Будь хоть стрелочником, говорит он Лишь бы честным человеком Только маму разве кто-нибудь переспорит? Ей подавай всё, как у дяди Сандро Мама Ай, сыночек Пришёл Ну расскажи Расскажи, чему тебя научил дядюшка А вот послушай Для художественного чтения Главное чувство Правильно Каждое слово должно быть слышно чётко Талант Это труд Очень похоже Вот послушай Вот взывает царь могучий мудрых визерей своих. Величавый и спокойный он усаживает их, Говорит, о, как непрочно все устроено на свете. Сядем, други, я нуждаюсь в вашем дружеском совете. Тихо, тихо, ну ты хоть немножко потише. Соседи же припугаются. Действительно, мам, что я так разорался? Соседи-то не виноваты, что у меня вдруг талант выискался? Тебя на дар заверт. Спасибо, мамочка, слышу. Пойди сюда, посмотри в окно. Там Джумбер с ним. Ой, чудный мальчик Джумбер, а? Ой, какая-то девочка, очень красивая девочка. Девочка? И я! Сейчас! Он сейчас идет! Ох, это проклятая борода. Ну никак не растет. Скребу два раза в день хоть бы что. Может, опасные бритвы попробовать. Ладно, на сегодня хватит. Мама, дай мне, пожалуйста, чистую рубашку Ту, что дядя Сандро подарил Несу, несу, несу На, держи Спасибо И что это еще за девчонка? Не выношу этих кривляк Вы журнал Цискари получаете? Там такой замечательный рассказ напечатан Не помню автора Откуда у вас такой модный свитер? Терпеть не могу Ну, куда же это ты наряжаешься? На вокзал Джину Лолабриджиду встречать Не морочь мне голову Я тебе сейчас покажу Лолабриджиду До свидания, мамочка Что ты так долго, Гия? Заканчивал войну и мир Осталось несколько страниц Не мог уторваться? Да Молодец, много читаешь Вы уже, наверное, догадались Джумбер и Нодар Мои друзья Джумбер проницательный Его обмануть трудно Сразу догадается, когда я солгу Только ни за что не скажет, что раскусил Засвистит, как сейчас И только А Нодар Тот простодушный Всему верит Хорошие они ребята Гия, познакомся Это моя двоюродная сестра До-до Здравствуйте, Гия Здравствуйте, До-до До-до, знаешь Гия – наш будущий великий артист Удивительно способный Да Ну, тоже Сказал Великий Ну, я ОСЕЛ Что же я? Что тут смешного? Ну, пошли, что ли? Сядем в троллейбус. А может, такси? Нет, это невозможно. Надо кончать со смехом. Не обращайте внимания. Это с ним бывает. Особенно, когда разучивает роль. Ну, конечно, я роль разучиваю. До свидания. Ты куда, Геля? Остань. Какая муха тебя укусила? Ну, отвяжись, Нодар. Оставь меня в покое. Ты не идешь с нами? Нет, у меня дело. Не выдумывай. А почему это у меня не может быть дело? Нет, может быть, конечно, но почему именно сейчас? Забыл, а теперь вспомнил. Ясно? До свидания. Почему вы уходите, Гия? Ну, у меня дело. Ага. Ну, тогда мы пошли. Гия идет по делу. А вы куда собираетесь, если, конечно, не секрет? Нет, ты не огорчайся. Ничего особенного. Сходим в следующий раз. Как? Значит, секрет? Я же говорю, ничего особенного. Да нет, раз вы не хотите говорить, я не буду навязываться, пожалуйста. Это мы не хотим. Нет, с тобой сегодня что-то необыкновенное происходит. Что это у тебя? Валидо. И откуда только взялась в моем кармане эта дурацкая конфета? Что? Валидо. А у вас больное сердце? Ой, да. И давно? С детства. А что говорят врачи? Говорят очень серьезно. Да что вы. Надо быть очень осторожным. Я знаю. Нодар, Джумбе, хорошо, вы вытаращились на меня. А может, действительно лучше вернуться? Да нет, 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 нет. Действительно лучше вернуться. Уже прошло. Значит, идем? Придется идти. Очень любезно. Не так. Вот послушай. Вы замечательно свистите. Да. Спасибо. Что со мной? Никогда я не был хвостуном. А куда мы все-таки идем? В парк? Я хочу покататься на карусели. Ладно. Но лучше сначала в зоологический. А что там делать? Мы же не маленькие. Обязательно пойдем в зоопарк. Я так давно не была в зоопарке. Только знаете, мне придется захватить с собой сахар. Что? Что? Сахар. Зачем? Ну вот увидите. Ну хорошо. Сахар мы купим в гастрономии тут недалеко. Через два дома. Пошли. Пошли. Добрый день. Будьте добры, взвесь с меня, пожалуйста, пять кусочков сахара. Пять кусков? Так точно, пять кусков. Интересно, зачем это вам пять кусков? Видите ли, у моей мышки сегодня день рождения. Скажите, сколько с меня? Передайте вашей мышке. Это подарок от Назико. Спасибо. Обязательно передам. До свидания. Назико. Пошли, друзья. Гия, дайте мне один кусочек. Сахарку? Да. Пожалуйста. И мне. Бери. Джумер, держи ты. Спасибо. Ой, а ведь вы почти не отличаетесь от обезьян. Это не отличаетесь от обезьян. Ну, с кого начнём осмотр зоопарка? А начнём мы с наших далёких предков. Сюда, друзья. Здравствуйте, Тядина. А, Гена, здравствуй. Это мои товарищи. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А можно мне зайти в клетку к Джоту? Ну, конечно, можно. Входи. Неужели, Ге, вы не боитесь этой обезьяны? Джота давно привык к Ге. Он часто здесь бывает, они большие друзья. Здравствуй, Джота. Джоту, угощайся. Ну и Джота. Прямо зайчику сахар сунул. Действительно, как мы. Бог мой уселся рядом. Убьёт его Джота. Вы посмотрите на его бицепсы. Ну, не убьёт, не убьёт. Меня и Гею Джота не трогает. Смотрите, Джота положил руку на плечо Геи. Ребята, у него плохое настроение. Джота, с тобой сегодня что-то необыкновенное происходит. Подожди, у тебя печальные глаза. Ребята, а как вы думаете, отчего это у животных такие печальные глаза? Да чего же ты дожил, Джота? Ты посмотри, какие у тебя потомки. Ну, ты посмотри на него. Нет, ну, посмотри. Тебя никто не любит, Джота. Две обезьяны. Настоящие. Ой, мамочка, больше не могу. Никто его не любит во всём белом свете. Может быть, ты кого-нибудь любишь, Джота. Ну, скажи мне на ухо, не бойся. Довольно, ну-ка, довольна, Гея. Выходи. Хватит обезьянничать. И зачем мне понадобилось ломать эту комедию? Выходи, Гея, выходи. Спасибо, Тетя Зин. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Давайте. Спустимся к куре. Правда? Субтитры создавал DimaTorzok Тишина какая. Течёт себе куран, будто кто-то зовёт её. Так и кажется, что куда-то идёшь, идёшь. Какие у неё голубые глаза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что-что? Сегодня Додо улетает. Улетает? Додо сегодня улетает. Гия, ты что вскочил? Куда ты, Гия? Гия, Гия. Я иду домой. Не уходите. Действительно, а не пора ли по домам? Я обещал маме вернуться вовремя, ведь Додо сегодня улетает. Я без карусели не уйду. Ну, вы же обещали. Пойдемте, пожалуйста. Хорошо, пойдем. Гия, Джумбер, пошли что ли? Где эта чертова карусель? Ну, конечно, пошли! Сейчас карусель остановится. Вот мой конь. Я поехала! Привет, мальчики! Гия, Додо сегодня улетает. Знаю. Ведь ты уже говорил. Она улетает на два года. Два года! Два года! А чего так долго? Куда же она летит? Отец Додо капитан китобойного судна. Она едет с ним. Ой, а что ей там делать? Она будет работать в лаборатории. Ну, что за лаборатория такая? Не знаю. Одним словом, она едет работать. Ну и что? А вернется и будет сдавать в университет. Нет, я не про то. Зачем ты мне про все это рассказываешь, а? А, ну, не знаю. Я думал, тебе интересно. Совсем не интересно. А я... Ах, как славно было! Ну, пошли, наконец. Пойдем, Додо. Пора, пора, пора. Большое спасибо, Гия. За что? За карусель, за зоопарк, за стихи. Было чудесно. Дальше мы пошли молча. Каждый думал о своем. И мне впервые пришло в голову. До сих пор годы делились на четверти и каникулы. Время было, как плавательный бассейн. Доплывешь до стенки. Оттолкнешься от нее. И назад. Все ясно. Шесть уроков, шесть часов. Сорок пять минут футбол в школьном дворе. Что еще? Домашние задания. Иногда кино. Вот и все. А время... Оказывается, большое ожидание. Как было бы здорово, если бы эти два года уже прошли. Ха-ха-ха! Классная девчонка, а! Как зовут? А ну, убери руку, сопляк! Какой я тебе сопляк! Где? Ребята, выучай! Ай! Мерзавцы! Помогите! Хулиганы! Кия, надо бежать! У него нож! Брось нож! Говорю тебе, нож брось! Он убьет тебя, Кия! Беги! Дай руку, Додо! Ох, ты весь в крови. Возьми платок. Да не надо, у меня есть. А где Джумбер? А Джумбер был с нами. А Нодар? Нодар, наверное. Что? Убежал? Да. Ой, и на щеке кровь. Дай-ка я вытру. Как? Значит он убежал? Тебе больно? Подожди, Джумбер один. Я же должен идти к нему. Да не беспокойся. Не беспокойся, пожалуйста. Джумбер! Гия, Додо! А где твои очки? Очки. Хорошо, что еще осколки в глаза не попали. Боже мой, Джумбер, у тебя вся губа разница. Ай! И бровь тоже. Потерпи-ка. Подожди-ка одну. Дай-ка я тебе вытру. Ничего особенного, ну просто поколотили. Вот вы знаете, если теперь услышу от кого-нибудь, что очкарики, трусы, сам поколочу. А вообще-то, Гия, ты виноват. В чем это я виноват? Нельзя связываться с хулиганами. Да? А что, по-твоему стоять сложа руки, когда тебя бьют? Ну ладно, что будем делать? Мне пора домой. Я ничего не вижу. А ты, Гия? Я остаюсь здесь. Зачем? Просто так. А вы уезжайте. Ты что, опять хочешь драться? Нет, что ли. Гия, не глупи, иди домой. Не хочу, не хочу драться, не беспокойтесь. Такси! Гия! Такси, садитесь, садитесь. А ты? Я остаюсь. Смотри, не вздумай драться. Не беспокойся. Неужели она уедет? Неужели уедет? До свидания, Гия. Вот и все. Дудо помахала мне рукой на прощание. Для чего? Все равно она улетает на два года. Ну что ж, счастливого пути, Дудо. Ничего мне не надо. Хватит с меня того, что она уехала. Гия! Гия! Дудо! Я так боялась, что ты не дождешься. Да-да. А я чувствовал, что ты вернешься. Ты, может быть, спешишь? Мне некуда спешить. Самолет улетает ночью. А-а-а. Значит, ты улетаешь? Улетаю. Понятно. Буду работать. А что ты делаешь, Гия? Я? Я работаю. Где? Освятителем. В театре. Ага. Так уж получается. Я буду освещать сцену, а ты будешь ловить китов. Ты правда хочешь быть артистом? Да нет. Мама хочет. Она твердит талант, талант. Только талант этот что-то никак не проявляется. Может, еще проявится? Как? Кто его знает? Ну, скажи, пожалуйста, почему я непременно должен быть артистом? Может, мне уйти из театра? Не знаю. Мне кажется, каждый человек должен быть на своем месте. Это очень важно. И делать надо только то, к чему душа лежит. Вот, видишь? Наверное, мне действительно лучше уйти. Значит, ты не любишь свою работу? Ну, это же для стажа. Не надо ни мастерства, ни знаний. Опускать и поднимать софит, знаешь, невелико умение. Каждый сообразит. А мне кажется, театр – это волшебство. Волшебство? Нет, ну, конечно. Знаешь, я люблю театр. Когда спектакль кончается, и публика принимается аплодировать, мне кажется, что это аплодирует и мне. Актеры, взявшись за руки, выходят кланяться. А сколько народу еще надо было бы вывести на сцену? Плотника, портного, кассира, гримера, сторожа, уборщицу. Ведь без них бы ничего не получилось. Вот среди этих людей и я. Стою у себя на втором ярусе сбоку, фонарь двигаю. Отыскиваю актеров на темной сцене. И актеры всегда ждут. Как станет светло, начинают говорить. Коль изнывает грудь от муки, И душу думы грустные мрачат, То музыки серебряные звуки Мне быстро горе облегчат. А откуда это? Ромео и Джульетта. Вера, Ромео и Джульетта, четвертый акт, сцена пятая. Знаешь, Гия, я никогда не была на сцене. Ну, а хочешь, пойдем. В театр? Сейчас? Конечно! Пойдем в театр. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прошу в зал. Ромео ждет вас. Ромео, зачем же ты Ромео? Ловлю тебя на слове. Назови меня любовью. Вновь меня окрестишь. И с той поры не буду я Ромео. И с той поры не буду я Ромео. Как хорошо! Гия, ты что делаешь в театре? Ожидаю самолета. Нет, что ты делаешь в театре в такое время? Я же тебе сказал, ожидаю самолета. Мне не до шуток. На что это похоже, я спрашиваю? Я к тебе, кажется, обращаюсь, Гия. Томас, извини, пожалуйста, дорогой. Я чуть не забыл. Вот, познакомься, пожалуйста. Это Додо. Ты же знаешь, что в театр приводить посторонних нельзя. Томас, а разве Додо посторонние? Да. И ты знаешь, это строго запрещено. Ну, ты прости меня, пожалуйста. Ну, Томас, сделай для нас исключение. Я прошу тебя, Томас, понимаешь, дорогой? Ну, только для тебя. Кто это? Томас Синеблидзо. А что он тут делает? Член месткома. А кем же он работает? Работает? Ну, работает актером. Вот ты попала в точку. У нас в театре молодые актеры. Замечательные ребята. А он именно работает актером. А вот член месткома он настоящий. Газету стеную выпускает он. Билеты на футбол распределяет тоже. Он старший в отряде добровольных пожарников. Томас Синеблидзо. И кассой взаимной помощи заведует тоже Томас Синеблидзо. Ну, что же ты от него хочешь? Человек столько полезного делает. А я хочу, чтобы он был актером. Ну, он же ведь актер. Может, что другое из него и вышло бы, а актера никогда. Был я как-то на репетиции. Знаешь, галстук у режиссера распущен. Сам он весь взмок, а Томас стоит как пень и на так натянута улыбается. Режиссер кричит охрипшим голосом. Раз, два, три, четыре, повернуться и хлопни в ладоши. Томас двинулся по сцене и шептом считает про себя. Раз, два, три, четыре. Нет, не так, кричит режиссер. Еще раз, сначала. Остальные актеры уже начали подсказывать тихонько. Раз, два, три, четыре. Поворот и хлопок, хлопок. А он никак. Я как-то шутку раз устроил ему. Пришел как-то Томас в наш театральный буфет и прямо на кухню. Тетя Моро, зажарь мне яичницу и шесть яиц. Представляешь? Актер, человек искусства. А за один присест шесть яиц съедает. Ну, тетя Моро быстренько приготовила яичницу. Томас взял тарелку. Осторожно несет в обеих руках. Уставился на яичницу, будто важное письмо читает. А я громко начал считать. Раз, два, три, четыре. Поворот и хлопок. Ну, и рассердился он на меня. Ты все-таки безжалостный человек. Мне даже жаль его. Да мне тоже иногда жалко его становится. Ну, хоть бы кто-нибудь ему прямо сказал, оставь театр. Не твое это дело, Синеблидзе. Кроме того, ничегошенький он не понимает, честное слово. Вот поймал меня как-то в коридоре. И ну, о Шекспире рассуждать. Главное, в Ромео и Джульетте вражда двух семейств. Монтеки и Капулетти. Предрассудки, так сказать. Во всем вражду ищет. А я ему... Ну, хорошо. А почему пьеса Ромео и Джульетта называется, спрашиваю я? Ну, он, конечно, тут же хмыкнул презрительно. Жаль, мол, что ты такой необразованный. Вот... Додо, а вот как ты думаешь, кто главный герой в Ромео и Джульетте? Любовь. Ты чувствуешь? Пустой зал слушает нас. Он же привык слушать. Можно на сцену? Ты обещал. Пойдем. Темно. Где ты, Гия? Здесь я, не бойся. Додо, дай руку. Мы так и будем стоять в темноте. Додо... Подожди, Додо. Я сейчас. Не уходи, Гия. Я на минуту. Гия! Сейчас. Гия! Сейчас, сейчас, Додо. Только включу Софию. Вот. Гия! Какая ты красивая, Додо! Джульетта! Ромео! Милая! Когда мне завтра Прислать к тебе с утра? Пришли в девятом. Пришлю я Двадцать лет до той минуты. Забыла я, зачем тебя звала. Позволь остаться мне, Пока не вспомни. Не стану вспоминать, Чтоб ты остался. Позволь. 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 Слушай, Иремадзе! Я давно на вас гляжу. Довольно паясничать. Ладно, успокойся, уходим. Гия, мне пора. Меня, наверное, уже ждут. Я провожу тебя. Я живу здесь рядом. Ну и что же? Ну, пожалуйста. Если хочешь. Какой сегодня день? Я его никогда не забуду. Я тоже не забуду. Никогда. Гия. Она поцеловала меня. И нет ее. Убежала. Теперь я один в целом городе. А из театра уйду. Это я твердо решил. Все равно актера из меня не получится. Раз, два, три, четыре, поворот, хлопох. Нет, это не для меня. Нельзя обманывать себя и других. И нечего тянуть сегодня же. Прямо сейчас скажу родителям. Мама! А, сыночек пришел. Что ж ты так поздно? Ты же в театр опоздаешь. Мама, я больше не хочу работать в театре. Что ты сказал? Не хочу больше в театре работать. Почему это? Так. Все равно актера из меня не выйдет. Это кто тебе сказал? Никто не сказал, я сам знаю. Да у тебя талант. Тебя обязательно примут в институт. Это все говорят. Мама, мама. Нет, подожди, Георгий. Георгий, пойди сюда. Ну что такое? Пойди сюда и послушай, что говорит твой сын. Ну, что мой сын говорит? Я не хочу идти в актеры. Ты слышишь? Ну что ты от человека хочешь? Ну почему обязательно ему быть актером? Что ж ему на улице болтаться? Почему на улице? Почему на улице? Буду работать. Правильно. Поступай к нам на завод. По крайней мере, ремеслу научишься. Ну нет. Хватит с меня, что такой талантливый человек, как ты, всю жизнь простым слесарем проработал. И надежды же твои не сбылись. Какие это надежды? И вообще, я прошу тебя, не говори поминутно о талантах. Действительно, мама. Ну почему бы мне не пойти на завод? Или, скажем, на китобойную флотилию? Мамочка. Ты что, хочешь быть простым рабочим? Ну а что такого? Два года поработаю, выучись на инженера. Разве это плохо, мама? Неплохо, неплохо. Совсем даже неплохо. Вы что? Вы что, сговорились? Мальчик мой, подумай, подумай хорошенько, ничего не решай сгоряча. Я уже подумал, я все решил. Боже мой, он загубит свой талант. Он тоже загубит свой талант. Мама расстроилась и пошла возиться на кухню. А я, не раздеваясь, плюхнулся на диван и даже не помню, как заснул. У тебя щека в крови. Дай вытру. Додо. Додо. Да хватайте же веревку. Наступите. Прямо из рук ушла. Где мои очки? Это не змей. Это Додо. Как ты не понимаешь? Это Додо улетает. Гея, каждый должен быть на своем месте. На своем месте. На своем месте. На своем месте. Гея, 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 что с тобой? Ой, мама. – Ой, ты так кричал? – Я думал, и это во сне. Но вижу, свет горит. Значит, мама вправду здесь была. Проснулся я окончательно и стал глядеть на портреты деда и отца на стене напротив кровати. Дед был рабочим в депо и отец рабочий. Это единственная династия, которую невозможно свергнуть, любит повторять отец. Я так смотрел на портреты, словно впервые увидел их. И думал я вот о чем. Потом рядом будет висеть и мой портрет. Потом моего сына. И я, и мой сын, кем бы мы ни стали, поэтами, инженерами или летчиками, все равно будем рабочими. Так в нашем роду положено. Что было дальше? – спросите вы. Дальше я, как всегда, пошел на работу в театр. Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою стеной. А в городе том сад, деревья и цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое, мудрый, синеок и волл. С ними золотой орел небесный, чей так ясен взор не забываем мы. Я светил дяде Сандро и всем остальным актерам, но это было в последний раз. А в небе голубом горит одна звезда. Она с тобой, о, ангел мой, она с тобой всегда. Кто любит, тот любимый, кто светел, тот и свят. Пускай тебя ведет звезда дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и лучезарный синеок и волл. С ними золотой орел небесный, чей так ясен взор не забываем мы. С вами был Игорь Негода.